Светлана, рад вас видеть онлайн. Через тернии к звездам. Спасибо, что заскочили там на огонек. Я думаю, можно сразу про планы, про стратегию, концепцию сегодня. Хочется поговорить в трех блоках, в трех ипостасях, я бы сказал. Первое все-таки чуть-чуть серьезно. Ну так вот на грани лайтовенько, но серьезно. Взять одно из дел точечно, которое было рассмотрено Верховным судом и как-то пообщаться по нему, обвиняться мнением. Список вот этих дел есть в чатике. Мы попытались отобрать такие любопытные позиции, которые, кстати, зачастую не стали мейнстримами, скажем так, не стали мейнстримами, не стали очень популярными. Но на наш взгляд, тут вот есть о чем поговорить. А второй блок – это блиц-вопросы. Вот мы стараемся, мы работаем. Мы все вопросы согласовали с Минюстом, Следственным комитетом администрации президента на предмет цензуры, допустимости, относимости. Поэтому, Светлана, мы с полной уверенностью их можем задать, и на них можно давать ответы тоже не стесняясь. Ну, по крайней мере, нам так кажется. И в третьей части это такие прогнозная, прогнозная часть – это попытаться предложить какую-то вещь, которая будет связана с банкротным правом в 2024 году. Причем это может быть какие-то самые смелые пожелания. Не пожелания, а такие. Самое смелое видение и самые смелые прогнозы. Мы выдержим все. Светлана, ну тогда переходя к первой части. С вами хочется обсудить спор от февраля 2023 года определения, которое, наверное, можно под кодовым названием выпустить как «Дело про алименты». Про него даже немножко писали и на закон.ру, и в телеграм-каналах его обсуждали. Я кратко напомню сюжет. Это в процедуре банкротства должник физическое лицо в какой-то момент перечислило бывшей супруге денежные средства в долларах. Там несколько платежей было, порядка 15 тысяч долларов. И в назначении было указано, что это дарение близкому родственнику. Когда началось оспаривание, то супруга сказала, что нет, это алименты. И шли разбирательства, там доводы против доводов и так далее. В итоге Верховный суд отправляет на новое рассмотрение и закладывает, как-то предопределяет вывод о том, что все-таки это были алименты, несмотря на то, что в назначении указано вот дарение. И как-то вот это дело обсуждалось, но почему-то больший интерес вызвало то, что там пытались оспорить платежи и соотношение вот этой позиции о том, что нужно сопоставить размер конкурсной массы с тем, что мы оспариваем. Почему-то вот это стало популярным, вот это обсуждалось и говорили, вот, мы же говорили, так и есть. Но вот про сопоставление дарения и алиментов почему-то как-то без внимания осталось. Светлана, ну к вам вопрос, как вы, в принципе, относитесь к этой позиции вообще? На ваш взгляд, что-то есть здесь ценное, что-то новое и как оно вообще? Может ли что-то повлиять как-то в новом году и вообще в будущем? Позиция прям, безусловно, интересная, причем у нее не один аспект, а сразу несколько. И, ну, по поводу назначения платежей. Мы все знаем, что если на клетке слон написано «Буэлл», не верь глазам своим, то, что в гражданском обороте пишут назначение платежей, ну, это не диагноз. И любой юрист это знает, и в этом надо разбираться. Интересно, что, ну, приятно то, что Верховный суд в таких вопросах разбирается, то есть он пытается понять суть правоотношений. Позиция его тоже понятна. Верховный суд вот со своей этой высокой колокольни, он постоянно пытается глобальные вопросы рассматривать. А глобальный вопрос здесь опять соотношение, как всегда, в любом банкротстве, интересов кредиторов и интересов должника. Да, ну, и плюс еще не зацепить всех сопутствующих. Банкротство граждан – это, ну, я не знаю, это такая несухая сфера, где даже по этому вот судебному делу можно, наверное, роман написать, как одна бывшая супруга. Я вчиталась в дело, вот, видимо, решила отомстить следующей, то ли бывшей, то ли не совсем бывшей, там, из материала в дело не совсем, это понятно. Вот, ну, в общем, интригующая история. Что для себя увидел Верховный суд и на что он обратил наше внимание при оспаривании сделок? Ну, первое, все мы знаем, как финансовые управляющие или, там, конкурсные управляющие, любые управляющие оспаривают сделки. Они открывают выписку по банковскому счету и ничего личного. Все крупные платежи, и не дай бог, они еще в пользу родственников, если мы о банкротстве физических лиц говорим, они идут под нож, ну, там, вот, не разбираясь. И, в общем, они даже ничего плохого не имеют в виду, но им действительно проще все оспорить, попытаться, да, чем не оспорить в своих там целях. Ну, это если мы говорим о финансовом управляющем, лояльном кредитором, естественно, а не должнику. Вот, как у нас в этой ситуации конкретно. И вот здесь баланс, он, безусловно, его нужно искать, причем на уровне именно верхней судебной инстанции, потому что иначе либо все платежи идут под нож, вот, либо все-таки должны быть какие-то критерии, по которым эти платежи надо различать. Вот, что касается алиментного характера обязательств. Здесь же именно вот в этой тоже конкретной ситуации, почему, может быть, дело не стало каким-то таким, да, ну, совсем уж резонансным, потому что в любом таком деле у физических лиц слишком много мелких деталей, которые каждое конкретное дело делают, ну, прям вот, исключительным, скажем так. Что здесь у нас? У нас здесь очень крупные суммы платежей. Я вот из любопытства просто просчитала, сколько в месяц на ребенка там, ну, как бы на ребенка, да, перечислялось. Ну, примерно, там же две разные истории, там одна февральская, одна летняя, вот, ну, однотипная. И, ну, 500 тысяч рублей в месяц-700 тысяч рублей в месяц примерно это алиментные обязательства. И понятно, что как бы ты их ни назвал, даже если бы там четко было написано алиментные обязательства, да даже если бы было заключено какое-нибудь соглашение мировое или там какое-нибудь соглашение письменное, да, о размере обязательств, у кредиторов все равно возникли бы вопросы к таким платежам, да, и можно было бы их пооспаривать. Вот. Другой вопрос, что Верховный суд нам сказал, а нельзя все целиком вот рассмотреть это, не учитывая, что это именно расходы на ребенка? Вот нельзя все взять и снести, надо посмотреть, а где соразмерность? Да, у него возникли алиментные обязательства, ну, то есть это первый элемент состава, и второй, а в каком размере? Ну, и вот тут уже начинаются варианты конкретных дел. Здесь Верховный суд прямо нам указал, что у него в отношении его другого ребенка, несовершеннолетнего от первого брака, насколько я понимаю, там было письменное соглашение, и там был размер установлен 150 тысяч в месяц. Ну, тоже такие неплохие алименты, да. Все сейчас вздохнули, наверное. И Верховный суд сказал, ну, а давайте вот с этой суммой как-то, да, соизмерять. Давайте вот все-таки вернемся там на стадию выяснения обстоятельств и посмотрим, а что там соразмерно, что несоразмерно. И вот здесь вот этот второй аспект возник, который, как вы отметили, обсуждался в прессе. Оказалось, что если оспорить эту сделку, это вообще превысит требования кредиторов, включенные в реестр к этому человеку, да. Это на самом деле очень важный аспект тоже баланса интересов, потому что у оспаривания сделок есть своя глобальная цель. Она состоит не в том, чтобы она как-то, это не панишмент, не наказание, да, должника за эти сделки, а это цель удовлетворить требования кредиторов. Поэтому здесь соразмерность тоже имеет значение. Светлана, а не видите ли вы здесь рисков того, что начнется злоупотребление, что вот что примечательно, указано ведь дарение, а по сути переиграли в алимент при отсутствии какого-либо соглашения, при отсутствии решения суда, вот просто вывели на алимент. Не будет ли такого, что в принципе какая-то сделка будет развиваться как алимент? Я в этом как раз злоупотребление не вижу, в том, что наоборот, если бы было злоупотребление, то сделали бы сразу красиво. Вот в чем дело. Просто люди могли на тот момент не задумываться о том, вот мы же не можем, да, влезть в голову другому человеку, что он там думал себе, да. Поэтому дальше начинается состязание доказательств со всех сторон. Одни говорят, он явно злоупотреблял, он уже знал, что у него финансовые проблемы, и вот такие крупные суммы он выводил на близких родственников, на своих. А другие говорят, нет, у него были действительно алиментные обязательства перед ребенком, которые никто не отменял. И, соответственно, мы должны посмотреть, а сколько соразмерно было бы. А здесь мы вступаем уже на зыбкую почву обсуждений, но это суд первой инстанции, опять будет разбираться там или апелляционный. Вот. Ну, то есть я не вижу здесь конкретно злоупотребления в указании платежей, и я не считаю, что на это нужно действительно ориентироваться. Ориентироваться нужно на обстоятельства дела. И здесь очень интересно, как раз нам намечены ориентиры, по которым судам нам, да, по которым мы должны определяться, есть злоупотребление или не было злоупотребления. Так что дело интересное. Светлана, ну у нас важнейшая часть сейчас – блиц. Вот, серьезно. Без шуток. Мы готовились, мы старались, мы искали вопросы с подвохом, без подвоха. У нас получилось, ну, наверное, пойдет. Мы надеемся, что пойдет, но посмотрим. Вопросы. Ну, оливье или под шубой? Мы начнем с легкого, но мы дальше пойдем. Дальше пойдем. Вы же вот знали, что со мной все просто не бывает. Это же я считаю, что адвокат без чудинки – это вообще не совсем адвокат. Для меня еще не закончился и не закончится рождественский пост. Вот, поэтому до начала, до 7 января, да, для меня обсуждение вопроса о том, какой там салат выбрать, оно носит такой гипотетический характер. Вот, поэтому, ребят, ну если там можно будет рыбу, а там это пост не очень строгий, рождественский для тех, кто знает. Вот, я очень люблю такие легкие салатики, всякая зелень, 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 какие-нибудь туда морепродуктики. Вот, и все это с оливковым маслом. Вот, очень рекомендую. Как открою кулинарный блог, так буду делиться, но не уверена, что это произойдет, учитывая количество позиций Верховного Суда вообще, которые приходят в связи с этим. И динамику развития банкротных отношений. Да вообще, да, и банкротство там в том числе. Хорошо. Еще что-то в России не каверное. Лечь, спать в новогоднюю ночь после 12 или куролесить до утра? Как это, хотела бы пококетничать, что возраст уже не тот, там опять же, какой куролесить. Вот, либо, кстати, да, опять же, ночная служба прекрасная, вот новогодняя служба, она прекрасная, но не хуже рождественской, да. Вот, ну, обычно, поскольку у меня маленькие дети еще есть, вот, маленькие дети, они тоже хотят, как бы, там, какого-то новогоднего праздника, но сильно дольше 12 они не куролесят, поэтому все очень скромно. Вот, дождемся боя курантов, послушаем, что нам там скажут в прогнозах. Хорошо. Что подарит Дедушка Мороз тем, кто получил процедуру банкротства в течение года? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я надеюсь, как это, ну, просто ничего не подарит. Вот, как-то... Зачем же в праздниках грустно? Грустно, хорошо. Злоупотреблений, к сожалению, в нашей сфере по-прежнему очень много, вот. Боремся. Какую поправку в закон о банкротстве попросить на Новый год? Ой, не расслышала. Какую поправку в закон о банкротстве попросить на Новый год у Дедушки Мороза? Поправку прям в закон о банкротстве? У нас, мы верим, то, что... У нас влиятельный Дедушка Мороз, мы верим, что можно даже замахнуться на такое. А пусть пропишет нам четко прям в ПЗ о банкротстве, чтобы нам судебная практика на этот вопрос не нужна была, о том, как соотносится применение 10-й статьи 168-й со специальными нормами недействительности сделок. Пусть прям в законе пропишет нам, чтобы мы тут не гадали, Верховный суд ничего не придумывал нам на этот счет. Вот так. Это вы подставляете Дедушку Мороза, вы прям такие ему задачи. Ну, что делать? Вы за просы даете нормально. Жизнь такая. Какую суперспособность... Семена, какую суперспособность попросить у Дедушки Мороза банкротному юристу в Новый год? О, вот отличать злоупотребление от добросовестности. Прям интуитивно и безошибочно. Хорошо. И такой фундаментальный вопрос. Он у нас будет такой, единой линией. И, знаете, всегда есть какой-то финальный вопрос, один и тот же, но вот он очень фундаментальный. Что общего между банкротством, Новым годом и женщинами? А это все такие философские категории, в которых лучше детально не разбираться. Вот так что. Просто принять как данные. Вот, вот это, кстати, это глубокая мысль. Нужно это все принимать как данность. И не надо вот что-то выдумывать. Хорошо. Спасибо за блиц. А по поводу прогнозов. Какой сделаете прогноз на 2024 банкротный? Ой, как это... Ребята, я настолько не люблю делать прогнозы, потому что это примерно как строить планы, да, которыми Бога только смешить. Мы сейчас вообще в такое время живем, не знаю, там, не знаю, жесткое время перемен, время каких-то таких, что на личном, что на общественном, что на каком-то глобальном плане изменений. Вот не буду планировать, загадывать, думать, да, оно все будет идти так, как идет. Вот, вообще, кстати, глобальное пожелание у меня такое из моей когда-то любимой книжки одной. Не забивайте себе голову тем, что не имеет отношения к настоящему. Вот, у нас вполне много здесь чем есть заняться. Вот, вот как-то оно будет. Банкротство не закончится, точно, точно могу сказать, да, они будут продолжаться, да, в какую-то новую реальность. Это тоже прогноз. Это тоже прогноз, конечно, да, но он настолько, как бы, настолько естественно понятный, вот я хотела бы остановиться на таких, естественно, понятных прогнозах и не придумывать там какой-нибудь велосипед сложный. Вот, ребят, ну, будем жить, даст Бог. Спасибо вам, Светлана, за этот разговор, за то, что приняли участие. Единственное, что в заключении, ну, пожелайте чего-нибудь вот банкротной братве, вообще банкротному юридическому сообществу 2024. Да вообще, как бы, даже не только банкротному, вот всем прям, как это, в общечеловеческом смысле. Я желаю не останавливаться на достигнутом, что бы это ни было, там, профессиональная сфера, я не знаю, творчество, спорт у кого-то, какие-то духовные, душевные отношения. Давайте всегда в динамике будем куда-то вверх стремиться, вот, и будет все у нас замечательно. Субтитры подогнал «Симон»